Смотрите, все упражнения в методе Бронникова идут как азбука в алфавите. Из этих упражнений в дальнейшем составляются любые комплексы. Вот уже большие комплексы у нас будут потом горизонтальные, вертикальная прокачка. Это туда, к концу ближе. Это большие энергетические комплексы на включение иммунитета, на прокачку вообще энергии в теле человека, на наполнение его жизненными силами и так далее. Там куча задач уже ставится. Но вы будете видеть, самих упражнений, самих пасов, с которых состоят эти упражнения, их не так много. И, например, те же самые Эрик Перл или Теги Дубра или западные товарищи, которые тоже не изобретали велосипед. Они просто взяли наборы определенных движений и состыковали под определенную задачу. Вот это еще небольшой кусочек теории, который дам вначале. Дело в том, что любые энергетические вещи, любые энергетические практики, они строятся на одном и том же алфавите. Ну, эффект плацебо на чем основан? Он основан на знании и на вере. Знание проявлено в материальном мире. Мы взяли прибор и доказали, что это может быть. И тогда мы знаем, что иначе не может быть. Мы знаем, что таблетка цитрамона снимает головную боль. Значит, он выпиваемый, но он снимает головную боль. Мы знаем, что процитамон снижает температуру. Мы его выпиваем, он снижает температуру. Мы это знаем. Это знание химики доказали, в науку вошло. Все. Это работает у всех, у всего социума. Если у кого-то не работает, значит, берется другое лекарство, более сильнодействующее. Потому что, опять-таки, есть шаблон. Это социальный стереотип, это шаблон есть в обществе. Все, что касается энергетики, это же не проверено. Какой механизм работает? Механизм веры. То, на чем сидят все религии. То, на чем сидит чудо. Когда, кстати, церковь пишет, тоже стихлю немножко, когда церковь пишет, что экстрасенсы – это все ерунда, покажите хоть одного экстрасенса, давайте его отправим развенчателем и так далее. Но я понимаю, что пишет человек не совсем разумный. Почему не совсем разумный? Потому что церковь сидит на суху, который называется чудо. И вот когда вот этот сух начинает человек под собой пилить, ведь если он разрушит веру, то вера, она, что в церкви, что в синагоге, что в эзотерике, что на любом из курсов, она одна. Вообще, что в жизни вера. Человек верит, что он успеет, он успеет, если он верит, что ему надо, и все. Но если веры нету, то наша реальность из этого и формируется. Поэтому это субъективное восприятие. Вера находится в субъективном. Знание находится в объективном. Всегда в жизни и в субъективном, в объективном восприятии есть точки, которые проявлены в этом материальном мире. Поэтому, когда вы играете в нем, вы всегда помните, что всегда палка имеет два конца, медаль имеет две стороны. И когда вы заходите на одну сторону, всегда помните, что вторая может либо накрыться, либо помочь играть. Лучше смотреть, чтобы она помогала играть, чтобы понимать, как это... Ну, сам механизм работает. Я технолог, поэтому я стараюсь все эти вещи давать на технические, чтобы человек понимал, как и там, в психике это все будет строить, и все это будет работать. Поэтому все, что касается энергетики, здесь все сидит на вере. Абсолютно все. И если человек приходит и говорит, реконнекшн Эрика Перлок работает, я верю в это, да? Или даже я не верю, но я сомневаюсь, и мне внутри очень хочется, чтобы он работал. То он будет работать. Понимаете, наша психика будет помогать, результат будет проявляться. Если мы идем к гипнотизеру и говорим, блин, на меня репнос вообще не действует. Приходим, а там дядька такой врач, заслуженный, там вообще просто вот аут. И ты понимаешь, смотришь на этого дядьку, и ты понимаешь, что у тебя шансов погрузиться в гипноз, не погрузиться в гипноз, нету, потому что ты ему веришь, потому что он супер-профи. И все, ты провариваешься, никаких вопросов. Поэтому, когда говорят, дайте мне самого лучшего гипнотизера, или дайте мне самого лучшего там трансовека, это тот, который подходит к вам. Вот ровно для вас он подходит, вы выбрали, и вы понимаете, если у меня доверие включается на своего врача, да, ну есть у меня программа, по которой я верю врача, значит, я буду верить гипнотизеру с медицинским образованием. Если бы у меня этой программы не было, то я бы верила другим людям. А вообще, сам нам было по статистике всего 5%, это люди, которые, им не важно, вера, они все равно грузятся. Вот кто бы, даже цыганка, если на улице подходит, то вот эти 5%, они загрузятся от цыганки. Вот, чем это обусловлено? Просто такой набор программ стоит в их психике, нету защиты от вот этого механизма. Единственный вариант защиты, это когда человек, ну, реально изучает техники и видит, что на нем прокатывается. Если он видит, то он защищен, и тогда, то есть, когда ты видишь, что на тебе применяется, ты в любой момент можешь включить какой-то механизм, задать вопрос и вывести человека, разорвать этот шаблон, вот, и выйти из этого состояния, потому что ты знаешь, что ты вооружен. Поэтому, все, что касается метода Бронникова, будут чувства, и к чувствам будет привязываться ваша вера в то, что вы можете, что вы чувствуете, что у вас получается. Это реально. Если вы хотите результатов, то вы доверяете, в данном случае мы работаем с собой, вы доверяете самому себе, своим чувствам и своим ощущениям. И вы тренируетесь, и вы стараетесь, чтобы у вас это получилось. То есть, я встречала варианты, когда человек приходил доказать, что он вот такой дубовый, у него ничего не получается. Нет, если у вас сейчас прописан такой вариант, то вы можете его изменить на то, что если вы хотите иметь результат, значит, вы работаете сами. Вы работаете на результат, не я на ваш результат, сами разговаривали. Есть механизм знания, есть механизм веры. Механизм знания – это в нашем объективном, в нашей объективной реальности. Механизм веры – это основной механизм субъективной реальности. Если к вам пришел клиент, и он пришел к вам с каким-то запросом, как к энергоцевителям, Попронникова, вы можете лечить, например, человека, или там в пары, или любой другой практикой, вы можете лечить человека. Вам приходит человек с запросом – вылечи меня. Если человек не верит в ваши силы, в то, что вы хороший целитель, вы его можете вылечить? Вы его никогда не вылечите. Вы можете сделать так, чтобы он начал вам доверять. Вы не сможете сделать так, чтобы он начал вам доверять. Вы можете перед ним ламбаду станцевать. Вы можете одеть на себя какие угодно, При бомбасы Взять волшебные шары, еще что-то Но если он пришел и вам не доверяет Эта проблема не ваша Это его проблема Это его непаханное поле для работы Пускай идет и тренируется Либо ищет другого целителя И даже в психотерапии Есть такой термин Это называется терапевта еды Люди, которые обошли Десятка два-три терапевта И каждый говорит Он мне не помог Или точно так же экстрасенс Вот этот экстрасенс мне ничего не сказал Значит я приду к следующему И приходя на прием Он первое, что начинает делать Он критикует предыдущего Вот этот не помог, этот не помог В таком случае Самый идеальный вариант Человека Поблагодарить за внимание За то, что он выбрал вас И сказать, что вашей квалификации не хватит Для того, чтобы реально оказать ему помощь Его случай настолько уникален И нет пределов вот этой уникальности И раз уникальность именно в человеке То человек должен дойти сам До того, чтобы взять плух И вспахать свой мозг Если там нет извилин Это я говорю Может жестко Но это абсолютно реальная вещь Человек сам должен изменить И прийти уже в состояние доверия Есть еще понятие такое Тоже в терапии Сопротивление клиента И даже есть психологи Например, психотерапевты Которые за сопротивление клиента Изменением То есть вот он будет с ним работать Но если клиент сопротивляется Он будет с ним работать не полчаса А два с половиной Значит, за сопротивление он доплачивает Иногда сумма доплаты Больше, чем сумма вообще работы В час у психолога И нормально Как только клиент видит сумму доплаты За сопротивление Сопротивление резко уменьшается Это реальные приемы работы с людьми Но они основаны на чем? Они основаны на том Что человек, который приходит к вам Он вам должен верить Или доверять Если он не доверяет То ничего не сделаешь И к чему говорю Механизм доверия и веры Он же у вас внутренний Если вы берете любую из энергетических практик И вы в нее не верите Зачем вы туда вообще идете? Люди приходят заниматься бесконтактным боем Там пишут зачастую Я не верю в бесконтактный бой Все, ты выкинул деньги зря Зачем ты туда приходил? Я вот этого не понимаю Каждый раз человеку объясняю Механизм веры и доверия Находится в самом человеке Если ты идешь протестировать тренера Ну, за свой счет, да Пожалуйста Но это заведомо, что у тебя не будет результата Человек должен быть согласен на то Что у него не будет результата Результат будет там Где есть механизм веры и доверия Все энергетические практики Строятся на вере и доверии Не только энергетические При работе с телом Да Если человек не верит в результат Он Какие-то результаты он будет иметь Но это не наилучшие И не наивысшие результаты Да По сравнению с тем Когда он увлечен на доверие Мастер работает Это то же самое с эго То же самое По любой из техник, если взять Есть механизм включения веры, доверия Вера в результат У человека есть результат Нет там механизма У человека нет результата Поэтому Это ладно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok